Потому что что такое история? История же это правильное отражение хронологии исторических событий. Прежде всего, правильно? Вот история. Это факты. Это некие факты. Прежде всего, это историческая хронология. И я знаю, что очень много споров вокруг исторической хронологии происходит. Ну, то есть традиционные, не традиционные, а эти... Академические историки, конечно, считают, что всё и так понятно, но существует очень много мнений на тему правильности исторической хронологии. Ну и дальше вопрос, копаться в этом или не копаться. Почему-то не очень хотят ни правительство, ни академическая наука в этом копаться. Видимо, потому что история — это не математика, которая, это голые цифры, а история — это какая-то память, цивилизационная память, которая заложена и запрограммирована, и ломку могут не пережить многие. Мне кажется, в этом проблема. Почему нет такого активного, глубокого погружения в альтернативные взгляды на развитие человеческой цивилизации и исторической хронологии? Ну, мы же до сих пор не понимаем. Никто не понимает, как построили египетские пирамиды. Ну, не понимают они. Никто не понимает, как в скалах где-нибудь в Юго-Восточной Азии вырезали просто внутри скалы огромные храмы высотой там 20-25 метров с тончайшей резьбой. И кто-то, и академическая история утверждает, что это вырезалось вручную лобзиками там или пилой. Ну, то есть они это объясняют ручным трудом. Но каким образом откалибровали все колонны Исаакиевского собора одинаково с точки зрения... Ну, они полностью откалиброваны без машинной обработки. Это невозможно сделать. Никто повторить не может. Но они говорят, ну, все равно это было сделано. Так проще. Туда почему-то не хотят погружаться историки. И нам говорят, ну, там все ясно. А что ясно? Ну, ясно, что да, вот были... Ну, вот они трудились. Они 70 лет этими пилами, лобзиками пилили. Там эти, не знаю, сколько там, 20 тысяч крепостных. Откуда у них такое качество технических навыков у этих всех 20 тысяч крепостных или каких-то там не очень развитых людей в Юго-Восточной Азии, чтобы вручную идеально вымерить все эти элементы? То есть дальше... Это же очень простой вопрос. Очевидно, применялись механические... Инструменты какой-то более высокой технологии. Но этого же не признает традиционная история? Они говорят, нет, тогда не было технологий. Все технологии появились позже. Это было все сделано с помощью ручного труда. Воспроизвести это с помощью ручного труда сейчас никто не может. Иногда говорят, эти технологии утрачены. Но если они утрачены, значит, была какая-то цивилизация более высокого порядка, может быть? Потому что мы почему-то не можем с современными нашими технологиями это сделать. Это же очень интересно. Здесь же нет правых, виноватых. Можно же исправлять какие-то утверждения. Вот для меня немножко удивительно, что это... И это, кстати, даже не конспирология? Ну, а какая это может быть конспирология, если вот, условно, пирамиды расставлены по всему свету, они как-то сориентированы одинаково, и дальше начинается осуждение академических историков в том, что эти... Просто вот так совпало. Вот совпало, что в разные периоды существования человечества, на абсолютно разных континентах они делали одно и то же. Объясните, почему? Ну, так же не бывает. Ну, да, самый главный вопрос, это... Ну, даже два их. Почему и зачем? Да. Ну, ладно, третий еще. Как? Как? В целом. И как на это вообще можно получить хоть какой-то ответ? Ну, начинать надо с вопроса как. Правильно ведь? Потому что, когда ты начинаешь копаться как, ты дальше уже приходишь к остальному. Но они же даже не пытаются анализировать, как это технически, как можно было... При том, что они... Очень много утверждений, что астрономию узнали мы там условно, там, не знаю, детально, там, в 14-15 веке, а почему-то там 2-3 тысячи лет назад уже все сориентированы, четко сориентированные пирамиды есть по астрономическим параметрам, есть карты звездного неба, идеально нанесенные, тогда нанесены объекты, которые без телескопа увидеть невозможно. А-а-а, вау. Вот есть карты, которые... Да, нанесены, где нанесены астрономические объекты, которые невозможно увидеть без телескопа. Но давайте зададимся вопросом, где они взяли этот телескоп? Блин, нет, это же интересно. Это точно потерянная какая-то поэта... Потерянная цивилизация. Возможно. Дальше же много рассуждений в том... Есть же рассуждения о том, что действительно были определенные катаклизмы. Ученые же признают, что были катаклизмы, которые приводили, по-моему, 4 или 5 раз к уничтожению 75% всего живого на Земле, включая динозавров, кого-то еще, как правило, из-за столкновения с космическими объектами. Но только в какой-то момент, как бы сказали, вот дальше этого не было. А откуда-то появились... Во всех религиях появились истории про всемирный потоп. Во всех. Языческих, не языческих, не важно. У всех есть история о том, как Земля была погребена в результате... Ну, Земля перевернулась, что там поменялось почему-то, что Солнце раньше сходило на Западе, заходило на Востоке, Солнце поменяло... То есть восход Солнца изменил свое направление, ну и так далее. То есть, видимо, речь идет о развороте полюсов в результате какого-то катаклизма, который, как ни странно, так удивительным образом во всех религиях и то, что называется сейчас в академической истории мифологии, совпадает с названием «Потоп». Ну, давайте поинтересуемся, почему так было. А ведь не про один и тот же потоп пишут? Ну, никто же тебе не скажет, про один и тот же или не про один и тот же. Просто... И там еще очень много фактологии, такой более детальной, в описании последствий этого потопа, которые тоже почему-то близки. Интересно, мне кажется. Опять же, никто же... Я не утверждаю, я ни с кем не спорю. А почему не организовать какой-то большой коллектив, не только историков? Это же все начало еще всплывать, когда начали развиваться естественные науки. Ведь вот это мой личный анализ. Это никакое ненаучное утверждение, я не историк, но основная историческая хронология формировалась в период, когда... Ну, это был там 18-19 век. Вот это тогда в основном писалось, правильно? И античная история, и история России, которую писали для нас немцы во многом. Формировались в тот период. А развитие естественных наук, которые могут анализировать факты. Например, откуда вольфрамовые фигурки возникают в каких-то постройках, не знаю, трехтысячелетней давности. Вольфрам, который настолько тугоплавкий, что мы научились его плавить только 50 лет назад или использовать нормально. Ну, не 50, может, 80. И когда появилась возможность использовать вот этот вот анализ с помощью естественных наук, физики, материаловедения, математического моделирования астрономических каких-то событий, стали задавать вопросы ученые, другие, из естественных наук. А историки им сказали, ребят, ну вы просто не знаете, вы же не историки. А мы историки, мы знаем. Вот так, так, так. Ну вот. То есть я где-то тут наткнулся на интересное осуждение по поводу античности. Говорит, ну вот смотрите, оказывается, я не знаю, я не технолог, но оказывается, белый мрамор практически полностью разрушается в течение 200-250 лет. Он, оказывается, разрушается. Это просто свойство этого материала. Так я прочитал. Я не утверждаю, пусть там хейтеры не кричат, что я ничего не понимаю, но так я прочитал. Да, там прям была таблица, где разложенный, как вот камень разлагается. Он просто этот материал, который естественным образом после 150 лет начинает уже необратимо разрушаться. А большинство античных статуй, которые нам показывают, они сделаны из белого мрамора. Причем они пребывают почти в идеальном состоянии. Их выкопали там 100-150 лет назад из земли. То есть не то, что там их пропитывали чем-то. И до этого, видимо, они там пролежали сколько-то там тысячи лет, например. И с ними все в порядке. Вопрос. Ну, это же простой вопрос. Давайте разберемся. Наверное, кто-то сейчас будет давать ответ на это. Типа, вы не понимаете, там есть какие-то свои особенности. Но таких нюансов достаточно много. И это очень интересно. У человечества появилось огромное количество за последние 100 лет, огромное количество инструментов для того, чтобы анализировать прошлое на основе точных исследований. Но мы этого почему-то не делаем. И это очень обидно. Мы буквально недавно обсуждали вот прям все вот эти истории и про пирамиды, и про то, как это все строилось. У нас вчера вышел подкаст про это. Да? По сути, да. Да, да, да. Да, об этом много говорят. Кто-то говорит об этом, как он называется, полимерный бетон, еще какие-то там... Вот, как раз хотел сказать. Да, да, да. Про полимерный бетон обсуждали. Разные есть теории. Полимерный бетон, что они значительно моложе, чем нам заявляется. На самом деле параллельно говорят, что смотрите, что там есть пирамиды, которые пирамиды-пирамиды, а-ля пирамиды Хеопса, которые мы знаем, а есть пирамиды, которые строили уже потом те самые древние египтяне, о которых мы говорим. Они уже все разрушились. То есть, очевидно, были пирамиды, которые были построены другой цивилизацией, а потом уже их воспроизвести не могли. Давайте поговорим об этом. А почему есть карты 15-16 века, где вся Северная Африка, это оазис практически, густонаселенный оазис. Или карты, которые находятся в Британской академии или в Стокгольмской академии, карты восточных территорий нынешней России, где они тоже очень густонаселены. Якутия, зона Северной Двины, огромное количество населенных пунктов. И интересный факт, и тоже мы с вами обсуждали, где-то я тоже прочитал, что до, по-моему, начала или середины 19 века нет ни одной картины, где изображена снежная зима. То есть там были какие-то другие климатические условия, видимо. А в результате чего они изменились? Какой-то катаклизм мог произойти. Но давайте порассуждаем об этом. Почему все говорят, нет, мы и так все знаем? Никто же не говорит, что кто-то знает правду. Давайте займемся исследованиями. Ресурсов так много. Мы можем из космоса смотреть, мы можем забуриться в Землю. Столько всего можно делать сейчас с помощью физико-технических средств. Не делаем. Может быть, не было зимы на картинах, потому что, ну, очень холодно выходить зимой рисовать. Я просто воспоминания свои рисую, шли летние, сидя дома. Представь дурацкую. Просто белую краску не сделали. Не, много интересных фактов, которые вот читаешь и думаешь, как интересно. Как мог там Гомер написать такие свои поэмы столь длинные, когда бумаги не было, а пергамент стоил безумных денег. И когда, в принципе, вся письменность была прежде всего подконтрольным у религиозных, там, тогда же, наверное, не было христианства, ну, собственно, у священников, вот они и вели эти записи. И вообще писалось всё, оказывается, писалось же всё без огласовок, так называемых. То есть писались только согласные, чтобы сэкономить место. В том числе исторические хронологии и летописи писались без огласовок. И поэтому писали, ну, например, КЛК. И дальше ты разберись, что имеется в виду. Куликова или Калка. Потому что дальше гласные вставлялись на усмотрение того, кто это расшифровывал. Да, это тоже интересный факт. И факт то, что разных правителей и разные населённые пункты на разных языках, один и тот же населённый пункт и одного и того же правителя на разных языках называли очень по-разному. Очень по-разному. И это тоже могло приводить к дублированию событий, к неправильному определению географического места. И есть много противоречий, причём даже в достаточно современной истории, ну, не погружаемся мы в это организованно. Это считается таким недобросовестной попыткой поставить под сомнение уже то, что и так всем ясно.